Артур Флек и Патрик Бейтман – оба психопаты, которые в конце фильма осознают природу своего поведения. Между героями можно проследить множество сходств, как с точки зрения художественного языка, так и с точки зрения характера персонажей. Оба фильма являются высказыванием на тему конфликта личности и общества. В фильмах мы видим, как равнодушное общество формирует в героях жестокость и отсутствие эмпатии. Обычно я разбираю главного героя фильма в отдельности, но в этом видео я делаю то, чего не делал ранее. В новом формате мы будем оценивать и сравнивать разных киноперсонажей или реальных личностей с точки зрения коммуникации. Моя цель – поместить персонажей в потенциальную ситуацию, спрогнозировать их поведение, выяснить, кто из них успешно справится с предлагаемыми различными обстоятельствами. Героями этого выпуска станут американский психопат Патрик Бейтман и Джокер Артур Флек. Если вы хотите ознакомиться с портретами каждого персонажа, то посмотрите про них отдельные ролики. Здесь же я буду стремиться к тому, чтобы расширить и грани, посмотреть на них совершенно по другим углом. Давайте попытаемся понять, кто из персонажей мог бы стать более успешным политиком в контексте своего фильма. Спрогнозируем, какой медийный образ они могли бы сформировать и смогли бы они вызвать доверие избирателей. В ходе поединка участникам будут начисляться очки. Победителем станет тот, кто наберет больше очков. Ситуация, о которой пойдет речь, вымышленная. Я не провожу параллели с реальными личностями, анализирую именно персонажей фильма. И анализ, конечно, не обойдется без моего субъективного мнения. У вас есть шанс, пока я не начал, подумать, кто победит в этом противостоянии. Патрик Бейтман или Артур Флек? На кого вы бы сделали ставку? А теперь давайте выясним, кто из участников кажется сильней. В сегодняшнем выпуске мне предстоит рассмотреть влияние медийного образа, с помощью которого анализируемые персонажи будут воздействовать на конечного потребителя. Это своего рода обложка, которая должна выглядеть красиво и привлекательно. Вопрос к вам. Как вы считаете, где можно достичь похожий эффект, но уже не связанный с человеком напрямую? Первое, что приходит в голову, это сайты, которые являются презентацией любого проекта. Существует даже профессия, которая называется фронт-энд-разработчик. Он работает над пользовательским интерфейсом сайта. Результат его труда – удобная и красивая страница с интерактивными эффектами, анимация, выпадающие списки, появление окон, меню. И это может стать интересным вариантом для того, чтобы рассмотреть для себя новую профессию. Научиться этому можно в Хекслете. Хекслет – это специализированная платформа для обучения программированию. Основатели – сами практикующие разработчики и авторы курсов, обучают новичков и действующих разработчиков тому, что знают сами более 10 лет. Все это помогло им получить признание профессионального сообщества, а компании указывают их курсы как преимущество в своих вакантиях. Обучение на Хекслете состоит из теории, практики и проектов. За счет автоматизации платформы студент выполняет упражнения в готовой к работе системе, может запускать свой код, смотреть сами тесты и их сообщения по результатам. Это удобно. Как только вы сделали упражнение, система тут же его проверит. Куратор же сделает процесс обучения простым и понятным, а наставник проведет ревью и, когда надо, даст совет и поможет довести проект до ума. 74% выпускников находят работу после обучения. В этом им помогает карьерный трек и его команда. Здесь отслеживают успеваемые студенты и после половины программы, карьерный консультант в течение нескольких месяцев помогает студенту составить резюме, организовывает тестовые собеседования с наставником и отправляет на собеседование к компаниям-партнерам. А самое главное, что начать можно бесплатно с пяти вводных курсов профессии с практикой в тренажере. Сделать это можно по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Давайте ответим на вопрос, почему героями разбора станут именно американский психопат и Джокер? Было смешно. Ладно, извини меня, мне пора идти. Подожди, стой. Я сделал это, Карнс. Это я его убил. Я Патрик Бейтман. Вы не слушаете, да? Вряд ли вы вообще слышали меня. Оба героя — ненадежные рассказчики. Мы до конца не знаем, какие события являются правдой, а какие плодом их воображения. Словам героев нельзя верить до конца. Вставьте бездомную кошку. Господи, что вы делаете? Прекратите. Надеялась, что вы придете и ограбите нас. У меня есть пушка. Я могу прийти завтра. Вы смешной, Артур. Они оба считают свою жизнь бессмысленной. И даже осознав все это, облегчение не наступает. Наказание продолжает от меня ускользать. А мои знания о себе не углубляются. Надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни. В фильмах видно, что и Патрик Бейтман, и Артур Флек на протяжении долгого времени сдерживали в себе негативные эмоции и не проявляли их. Это привело к тому, что теперь единственный для них способ выплеснуть агрессию — причинить другим людям боль, совершая убийства, каждый раз все более жестокие. У американского психопата и Джокера действительно много сходств и параллелей. Можно даже подумать, будто это один и тот же человек, оказавшийся в разных обстоятельствах и в разных социальных классах. Однако мотивы и цели у них все же отличаются. На основе этих целей я и смоделирую потенциальную ситуацию и попытаюсь объяснить, зачем этим персонажам становиться политиками и какой медийный образ они могли бы сформировать. Цель Патрика Бейтмана — продолжать свою преступную деятельность и оставаться безнаказанным. В конце фильма мы видим, что Бейтман раскаивается всадейным. Однако в мире, где люди ни внешне, ни внутренне не отличаются друг от друга, общество игнорирует его. После такого финала можно предположить, что Бейтман будет заходить в своих преступлениях все дальше и дальше. Но чтобы продолжать скрывать свои преступления, ему нужно будет обрести еще больше денег, власти и влияния. Бейтман решает, что именно в мире политики ему удастся достичь своих целей, так как его власть будет распространяться на гораздо большее количество людей. А значит, за счетом добропорядочности и служения обществу он сможет скрывать свои преступления тщательней. Цель Джокера — получить признание. Всю жизнь общество несправедливо игнорировало его. Из-за этого ему казалось, что его просто не существует. И до недавнего времени меня вообще никто не замечал. Даже я не знал, существую ли я. После убийства трех молодых людей Джокер невольно становится вдохновителем протестного движения. Джокеру наплевать на политику как таковую. Что это за грим? Вы участвуете в протесте или... Нет, я не верю во все это. Но перед тем, как попасть в психиатрическую больницу Архам, Джокер переживает момент всеобщего восхищения. Протестующие считают его своим лидером. Джокер будет стремиться получить политическую власть, скорее всего, в протесте, через оппозицию. Чтобы повторить этот момент и стать замеченным и признанным своими последователями. Теперь, когда мы смоделировали ситуацию, можем перейти к батлу. За победу в раунде участник будет получать один балл. В первом раунде мы обсудим, как внешность человека может влиять на формирование его медийного образа. Внешность человека немаловажная составляющая медийного образа. От облика нередко зависит получение престижной работы и продвижение по карьерной лестнице, эффективность межличностных отношений и формирование позитивных оценок окружающих. Внешность выполняет в коммуникации определенные функции, в их числе когнитивная функция. Внешность является носителем информации о личности и представляет собой набор визуальных знаков. Регулятивная. Субъективная оценка внешности влияет на характер межличностных отношений и дает возможность управлять впечатлениями о себе. Регулятивная оценка собственной внешности, а также внешности окружающих является компонентом формирования самооценки. Судить о характере людей по внешности неправильно. Красота и обаятельность – субъективные критерии. Однако мы все равно невольно формируем мнение человека, частично опираясь на его внешность. Причем на нас влияют не телесные показатели, такие как, например, форма носа или разрез глаз, а весь облик целиком. Мимика, жесты, походка, стиль и цвет одежды, манеры. Согласно результатам различных социокультурных исследований, людям свойственно делать выводы о моральных качествах окружающих на основе их внешности. Привлекательные люди кажутся нам более отважными и справедливыми, чем менее обаятельные. Причем мы приписываем моральные качества не самому человеку, а тому образу, который транслирует его облик. При оценке внешности мы используем узнаваемые визуальные коды, которые помогают нам быстрее сделать вывод о человеке. В американском психопатии мы видим, насколько тщательно Бейтман следит за своей внешностью. Он настоящий нарцисс, который стремится выглядеть неотразимо. Он носит дорогие изящные костюмы, в которых идеально подобрано сочетание пиджака, рубашки и галстука. Бейтману важно вливаться в общество и транслировать облик богатого и успешного Япи. Он внешне сливается с людьми настолько сильно, что его путают с другими. Впрочем, он тоже не всегда помнит, кто есть кто. Как это делается с счетом ранцево, Маркус? Нормально. Правда? Внешний облик Бейтмана конвенциональный, ничем не выделяющийся на фоне других. Он выглядит презентабельно и привлекательно. За счет этого люди, скорее всего, оценивая образ Бейтмана как политика, припишут ему положительные моральные качества. Например, справедливость и надежность. И если истинная природа Бейтмана не вскроется, они вряд ли узнают, что их впечатление ошибочно. Артур Флек, скорее напротив, не привлекателен. Его болезненная внешность пугает. Менее привлекательному человеку с большей вероятностью припишут отрицательные черты личности. Если же говорить про внешний облик Джокера, то в отличие от Бейтмана, чей облик стремится к проявлению нормы, облик Джокера эпатирует публику, что показывает его как нон-конформиста, человека, который не хочет быть как все и стремится привлечь общественное внимание, выбиваясь из общепринятых стандартов. И Джокер, и Бейтман переживают внутри себя конфликт с обществом. Однако в облике Бейтмана конфликт никак не отражается. Используя образ Джокера, Артур Флек как бы делает некое публичное заявление. Говорит, что больше не намеревается скрывать свой конфликт с обществом. Можно сказать, что образ Джокера – это символический посыл, отражающий протест, некая насмешка. Джокер выглядит ярко и позитивно, в то время как людей окружает мрак. Плюс к этому образ Джокера для него служит способом расслабления и раскрепощения. Но если говорить об эпатажном облике с точки зрения восприятия, то стоит отметить, что он, как правило, несет в себе деструктивную функцию. Многие люди воспринимают эпатажные образы негативно и видят в них попытку разрушить прежние устои. Джокер однозначно сможет привлечь к себе внимание. Также он сможет переманить на свою сторону людей, которые настроены менее консервативно и стремятся к резким и кардинальным переменам. Но на этом фоне облик Бейтмана кажется более выигрышным, так как он менее противоречивый. В мире политики не принято эпатировать публику внешностью. С этой позицией Бейтман может показаться людям более надежным и стабильным. В этом раунде побеждает американский психопат и забирает первый балл. Пожалуй, не секрет, что политика – это сфера, закрытая для большинства людей. Чтобы попасть в нее, недостаточно иметь лишь подходящее образование. Важно также обладать полезными с точки зрения коммуникации навыкам нетворкингом, то есть умением налаживать полезные социальные связи. Каждый человек обладает определенными ресурсами, социальным и интеллектуальным капиталом. Любой новый контакт потенциально может стать выгодным. В процессе нетворкинга важно не только узнавать о других, но и рассказывать о себе. Так повышается вероятность самому стать полезным контактом для кого-то. Патрик Бейтман практически каждый день проводит в компаниях людей, что повышает вероятность познакомиться с кем-то из мира политики. В нетворкинге важно произвести положительное первое впечатление. Бейтман, как человек, привыкший отыгрывать роль приличного парня, сделает это на раз-два. Бейтман и сам может стать для кого-то полезным знакомством, ведь он инвестиционный банкир в крупной компании. Однако в нетворкинге важно не только количество, но и качество связей. Более крепкие социальные связи формируются между людьми, которые объединены общим делом, например, работой. Друзья Бейтмана, его коллеги, но работу они обсуждают крайне мало. Бейтман имеет высокую должность, Однако остается вопросом, действительно ли он что-то смыслит в этом деле, которым занимается. В фильме мы часто видим Бейтмана в личном кабинете, но работой он явно не занят. То есть Бейтман обладает большим количеством связей, но их нельзя назвать крепкими, особенно учитывая тот факт, что его могут просто перепутать с другим человеком. Но это лучше, чем не иметь вообще никаких связей, как в случае Джокера. Его круг общения на протяжении фильма только сужается. Самым близким человеком для него была мать, которую он убил. Когда узнал о том, что был усыновлен. Джокер – одиночка без связи и образования. Традиционный путь в политику для него закрыт. Ему, в принципе, тяжело знакомиться с новыми людьми. Он хотел быть открытым, но много раз был отвергнут. Люди не понимают его и отворачиваются. К тому же Артур не до конца уверен в себе. Ему неловко выступать перед большим количеством людей, если на нем нет костюма Джокера. Сладывается ощущение, что на своем пути Джокер предпочтет остаться одиночкой. Он будет стремиться к тому, чтобы продвинуть свою кандидатуру не с помощью связей, а с помощью его последователей и подражателей. Они не являются для него социальными связями, но они могут помочь создать репутацию сильного лидера. Бейтман, в свою очередь, будет стараться воспользоваться уже имеющимися у него привилегиями – деньгами, связями, статусом. К тому же, навык знакомств у него все-таки развит лучше, чем у Джокера. Поэтому в этом раунде балл забирает Бейтман. В третьем раунде давайте попытаемся понять, кому из двух кандидатов мы стали бы доверять больше и почему. Из чего складывается доверие к политику? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо понять, из каких составляющих формируется политический имидж. В политический имидж входят, прежде всего, персональные характеристики лидера. Это его физические особенности, характер, тип личности, стиль принятия решений. Следующая составляющая образа лидера становятся социальные характеристики. Они включают в себя статус, происхождение, материальное состояние. Более подробно о социальных характеристиках лидера мы поговорим в следующем раунде. Наконец, третья составляющая – символическая. Образ политика несет в себе определенную символическую нагрузку. Лидеры становятся воплощением определенных идеологий. Чтобы составить наиболее полное представление об имидже политического лидера, важно также понимать, к какому типу он принадлежит. Лидер может быть традиционным. В таком случае его власть основывается на общепринятых устоях. При восхождении на престол законного наследника, он становится лидером по праву традиции престола наследия. К этому типу лидеров мы не можем отнести ни Бейтмана, ни Джокера. Патрика Бейтмана можно скорее отнести к легальному лидеру. Легальный лидер приходит к власти через действия правовых механизмов. То есть через выборы или назначения. Такой путь может стать Бейтману близким. У него достаточно денег и связей, чтобы провести политическую кампанию и быть избранным или назначенным. А вот Джокера можно скорее отнести к харизматичному типу лидера. Власть харизматичного лидера опирается на реальные или даже воображаемые личностные качества, обладающие иррациональной природой. Конечно, Джокера вряд ли можно назвать успешным и уверенным оратором. Однако у него есть то, чего нет у Бейтмана, чтобы стать харизматичным лидером. Ореол тайны и загадки. Личность Джокера для общественности не раскрыта полностью. Многие воспринимают его скорее как символическую фигуру. Людям ничего не известно о его происхождении. Эта загадочность и делает Джокера в глазах его последователей более могущественным. Бейтман, скорее всего, примкнул бы к правящей партии. Он умеет выражать правильное общепринятое мнение, в котором нет попытки подрывать устои. Одним словом, он популист. Хватит, Брайс. Есть проблемы и важнее, чем события в Шри-Ланке. Мы должны покончить с апартеидом и сдерживать гонку ядерных вооружений, искоренить терроризм и голод во всем мире. Мы должны накормить бездомных и найти им приют, бороться против расовой дискриминации и защищать гражданские свободы, а женщинам предоставить равные с мужчинами права. Нам нужно проповедовать возврат к традиционным моральным ценностям. Такие речи помогли бы Бейтману быстро завоевать симпатию и доверие масс, так как в целом то, что он говорит, правильно, и с этим практически невозможно поспорить. Джокер будет выражать противоположное, оппозиционное мнение. По понятным причинам он не сможет получить никакую должность легально, поэтому, скорее всего, он будет стремиться к тому, чтобы найти еще больше единомышленников на улицах. Политика, как таковая, ему не нужна, его не волнуют проблемы бедных и богатых, но он видит, что эта тема волнует многих людей, таких же, как он. Именно на них он и будет стремиться оказать влияние. Джокер мог бы, вызвав у этих слоев населения политический интерес, замотивировать перейти на его сторону. Политика чем-то похожа на маркетинг. Так же, как и в сфере продаж, в политике есть продавец, продукты и покупатель. В данном случае продуктом является сам политический лидер. Есть и определенные технологии, которые увеличивают продажи, повышают доверие и лояльность к политическому лидеру. Патрик Бейтман для ослабления своих политических конкурентов и укрепления своей позиции мог бы использовать такую технологию, как генерация слухов. При такой технологии политические конкуренты стремятся популяризировать клевету и сфабрикованные сведения о своих абонентах. Такая техника может быть успешной, если ее целью является испортить репутацию оппонента и снизить уровень доверия к нему. Так же Бейтман, обладая финансовым преимуществом и большим количеством социальных связей, мог бы использовать политическую технологию «звездные списки». Суть этой технологии заключается в том, что в партию приглашают известных медийных личностей для создания доверительных настроений и привлечения граждан. Джокер, в свою очередь, мог бы использовать организацию акций протеста. Пока что ему удавалось провоцировать только беспорядки. Однако он может попытаться направить силу разъяренной толпы в нужное ему русло, чтобы люди начали выдвигать власти определенные требования, которые отражали бы запрос общества и удовлетворяли его собственные интересы. Джокер стремился бы сделать других конкурентов менее выигрышными на своем фоне и попытаться донести до последователей идею, что нынешние проблемы существуют в обществе как раз из-за его оппонентов. То есть он бы связывал наличие тех или иных проблем непосредственно с именами своих конкурентов, таким образом давая понять, что они не смогут спасти общество от проблем, которые сами создали. Если бы американские психопаты Джокер жили в одной вселенной, вполне возможно, именно Бейтман, человек, транслирующий образ успешного, беззаботного, богатого бизнесмена с Уолл-стрит, стал бы мишенью Джокера в этом вопросе. Именно таких людей и убил в своем фильме Джокер, чем и спровоцировал протест. Да, все трое работали в Уэйн Инвестментс. Скромные, образованные. Хотя я не был знаком с ними лично. Все сотрудники Уэйна, бывшие и нынешние, это семья. К тому же Кристиан Бейл играл Бэтмена в фильме «Темный рыцарь». В этом фильме образ Джокера в исполнении хита Леджера показан иначе. Если представить, что в «Темном рыцаре» Джокер был бы Артуром Флеком, то и в этом случае Бэтмен привлек бы Джокера и стал целью номер один. Говоря о доверии, важно помнить, что иногда доверие может стать хрупкой конструкцией, которую легко подорвать. Доверие к политику базируется на его репутации. А пятно на репутации может сделать так, что политику или любому другому медийному лицу больше никогда не будет доверять аудитории. По крайней мере так, как раньше. С точки зрения доверия, у Бейтмена есть весомый минус. Он лицемер. Проблемы, о которых он говорит, его не волнуют. И он никогда с ними не сталкивался. А лицемерие может в любой момент вскрыться. Мы слышим его высокопарные речи о том, что мир должен стать справедливым и безопасным местом. Однако, также видим, что Бейтман на самом деле так не считает. Бейтман может потерять общественное доверие так же быстро, как и приобрести. Джокера, как мы уже отметили, не волнует политика. Однако, Джокер не соврет, если скажет, что знает, каково это быть обездоленным, незамеченным и обделенным вниманием общества и государства. С этой точки зрения, Джокер будет легче удержать доверие своих последователей. Поэтому в этом раунде побеждает именно он и забирает свой бал. Ранее я уже отметил, что в социальные характеристики, формирующие имидж политического лидера, входит статус, происхождение, материальное состояние. Давайте оцениваем эти характеристики у оппонентов. Итак, социальный статус Бейтмана выше, чем статус Джокера. Бейтман располагает высокой престижной должностью, финансовым состоянием, образованием которых у Джокера нет. Бейтман родился в богатой семье. Судя по фильму, отец Бейтмана заранее выбрал для него университет, а также должность в своей компании. Артур Флек о своем происхождении, по сути, не знает ничего. Он был усыновлен психически нездоровой женщиной, а до этого был брошен биологическими родителями. Мы это уже проходили, Бенни. Ты усыновила его. У нас есть все документы, вот они. Статус для политика важен тем, что с ним связаны модели ролевого поведения союзниками или оппонентами. Также статус определяет связь лидера с социальными группами населения, интересы которых он будет представлять. Бейтман будет представлять интересы таких людей, как он. При этом Бейтман, благодаря своим социальным характеристикам, сможет вызвать доверие большого количества людей, так как людям хотелось бы доверять политическую власть человеку с престижным социальным статусом и подходящим образованием. Но все же, не только социальные характеристики определяют уровень доверия. Но и стратегии, которые использует политик. Одна из самых действенных стратегий для завоевания доверия публике – показать, что он похож на них. Что у него одинаковые с ним заботы и проблемы. Что он один из них. Вряд ли Бейтман сможет убедить граждан в том, что он человек привилегированный. Разделяет проблемы простых людей. Скорее, он будет создавать впечатление человека холодного и отстраненного, который не имеет представления о насущных социальных проблемах. Показать себя своим Бейтману, если и удастся, то с большим трудом. Он смотрит на мир через замок и слоновой кости. Джокеру убедить публику в том, что он разделяет их проблемы, будет гораздо проще хотя бы потому, что он сам через все эти проблемы проходил. Джокер на личном опыте столкнулся с тем, что государство игнорирует таких, как он, и не оказывает должной поддержки. Его опыт может быть понятен многим людям. Когда у человека в жизни были трудности, похожие на те, что проходили мы сами, нам легче проникнуться к нему сочувствием. Социальные характеристики Бейтмана могут создавать между ним и простыми людьми дистанцию, которая не будет способствовать развитию доверительных отношений. Чрезмерная скрытность будет порождать слухи и догадки. Между Джокером и его последователями также есть дистанция, однако она значительно меньше, чем у Бейтмана. В жизни Джокера было гораздо больше трудностей, чем у Бейтмана. И в фильме Джокер переживает не лучшие времена. Джокер мог бы поделиться какой-то частью своего личного опыта с людьми, используя опыт для конструирования своего политического имиджа. С одной стороны, это ореол загадочности, который свойственен харизматичным лидерам, по-прежнему сохранится, так как о нем не будет известно все. Но с другой стороны, Джокер несколько сократит дистанцию между собой и своими последователями. Это их сплотит и повысит уровень доверия. Несмотря на то, что социальные характеристики Бейтмана кажутся более выигрышными, в этом раунде побеждает Джокер, так как он более вероятно сможет сократить дистанцию между собой и общей массой людей, и показать, что он свой. В финальном раунде мы обсудим навыки коммуникации оппонентов. Этот раунд станет для них решающим. Обладание коммуникативными навыками – это, по сути, умение общаться с людьми эффективно. В этом заключается способность понимать собеседника и самому быть понятым правильно, умение договариваться, достигать личных и совместных целей в диалоге. В коммуникации мы нередко имеем дело с конфликтами, столкновениями, точек зрения. В стрессовых ситуациях ярче всего проявляется владение навыком коммуникации. Человек может позволить эмоциям взять над ним верх, а может сам взять верх над своими эмоциями. В мире политики, который мы рассматриваем в данном разборе, важным коммуникативным навыком является умение сохранять самообладание в стрессовой ситуации, особенно в той, за которой наблюдает большое количество зрителей. Находясь в обществе людей, на которых Бейтман стремится быть похожим, он, как правило, ведет себя спокойно и сдержанно. Но есть ситуации, в которых Бейтману труднее сдерживать прилив эмоций, например, в сцене с визитными карточками. Что с тобой, Патрик? Ты весь в испарине? Бейтману трудно сдерживать эмоции, когда кто-то унижает его самолюбие или в чем-то его превосходит. Однако, ему все равно удается, несмотря на физиологические проявления стресса, сохранить внешнее самообладание. Он поддерживает непринужденную беседу, улыбается и делает комплимент. В разговоре с детективом можно наблюдать более яркие проявления стресса. Бейтман пытается отвлечь детектива от сути разговора. Хотите кофе? Нет, спасибо. Минеральной воды? Спасибо, не надо. Пожалуйста, принесите мистеру Кимбеллу. Кимбеллу. Бутылочку аппоринариса. Не беспокойтесь, никаких проблем. Но находясь в этой ситуации несколько минут и осознавая риски, связанные с расследованием исчезновения Пола Аллена, Бейтману удается взять ситуацию под контроль, по крайней мере, внешне. Он вовлекается в беседу, активно слушает и задает вопросы, показывает свое участие. А у вас есть показания свидетелей, отпечатки пальцев? А вот ответчик, он оставил сообщение, что улетел в Лондон. Но может так оно есть? Его подружка так не была. Кто-нибудь видел его в Лондоне? Собственно, да. Очевидно, Бейтмана интересуют ответы на эти вопросы, так как он стремится остаться безнаказанным. Но со стороны его вопросы выглядят как желание помочь следствию и показывают его в выгодном свете. Бейтман отлично владеет коммуникативными навыками. Он вежлив и сдержан. Но не стоит забывать, что у его поведения есть и обратная сторона. Он психопат, лишенный эмпатии. Эмоции, которые он проявляет публично, неискренние. Он научился проявлять их в нужный момент, чтобы не выдавать себя. В публичной жизни Бейтман – актер. И если ему долгое время удавалось играть роль приличного парня, то, скорее всего, он сможет научиться играть роль приличного политика. Его сдержанность будет вызывать уважение и восхищение. У Джокера ситуация другая. Он не умеет, как Патрик Бейтман, показывать на своем лице нужную эмоцию в нужный момент. Из-за его ментального расстройства он не владеет своими эмоциями. Его смех не совпадает с тем, что он на самом деле испытывает. В публичной ситуации Джокер не умеет контролировать проявление эмоций. В сцене, где начальник агентства обвиняет Артура в краже рекламной таблички, он не может рационально ответить и привести доводы в свою пользу. Вместо этого он предпочитает эмоционально отстраниться. В костюме Джокера Артур раскрепощается. Однако, его коммуникативные навыки от этого не становятся лучше. Он по-прежнему не сдержан, и его поведение не соответствует ситуации. Да, у него есть для этого оправдание. К моменту, когда Джокер приходит на шоу Мюрре, в нем скопилось огромное количество ненависти и отвращения к обществу, в котором он живет. Но зрители об этом не знают, поэтому не могут понять причины его жестоких поступков. Со стороны он выглядит, как человек, потерявший рассудок. Если сравнивать двух оппонентов, то можно сказать, что они оба пытались стать частью общества и не выбиваться на фоне других людей. У Бейтмана это получилось успешнее. Поэтому с небольшим отрывом во всей битве побеждает именно он. Давайте обобщим медийный образ, который может создать каждый из оппонентов. Патрик Бейтман – молодой инвестиционный банкир. Обаятельный, обладает привлекательной внешностью, которая создает о нем благоприятные впечатления и склоняет людей думать о нем в положительном свете. Его образ и стиль одежды направлены на проявление общепринятой нормы. Привилегированный, обладает большим финансовым состоянием, имеет престижное образование и высокооплачиваемую работу. Социальные привилегии дают ему возможность выглядеть в глазах окружающих профессионалом, даже если это не является правдой. Обладает большим количеством социальных связей, которые, впрочем, не всегда являются крепкими. Может стать легальным лидером, который будет представлять консервативные общепринятые моральные ценности. Скрытный, сдержанный, отстраненный, создает большую дистанцию между собой и ниже стоящими по социальному статусу людьми. В процессе социализации овладел коммуникативными навыками, которые помогают ему внешне сохранять спокойствие и внушать окружающим дружелюбие и вежливость. Может вызвать общественное доверие, которое, впрочем, может быть легко разрушено, в случае, если станет известна его истинная мотивация. Джокер – комик, чей юмор понятен не всем. Его внешность направлена на эпатирование публики, что может вызвать у многих людей недоверие и страх. Не имеет престижного образования или работы. Можно сказать, выходец из низов. Практически не обладает социальными связями, которые могли бы ему помочь в продвижении. Джокера можно назвать харизматичным лидером, который привлекает людей проявлением протеста против принятых устоев, даже если это было сделано ненамеренно. Тот факт, что его личность не раскрыта до конца, окутывает его образ орелом тайной загадочности. Создает короткую дистанцию между собой и его последователями за счет схожего социального опыта. Не обладает развитыми навыками коммуникации. Может вызвать общественное доверие, показав, что он свой, так как он разделяет проблемы и переживания многих людей. Единственное, что ему остается, это быть символом для протестного настроения, революции, но истинная карьера политика вряд ли для него открыта. Мы попытались найти у каждого участника баттла положительные качества и характеристики, которые помогли бы им добиться успеха в смоделированной мной ситуации. Однако, говоря о качестве героев, стоит упомянуть и то, что у них, у обоих есть черты, которые могут помешать им в этой ситуации добиться желаемого. И у Джокера, и у Патрика Бейтмана, ближе к концу фильмов теряется способность адекватно оценивать происходящее. Оба ведут двойную жизнь. И чем дальше заходит дело, тем больше их засасывает их собственные иллюзии. К тому же, если возвращаться к нашей смоделированной ситуации, желание стать политиком, то нужно учитывать, что на самом деле такое желание героев базируется на ненависти к людям. И Бейтман, и Джокер уже давно утратили способность испытывать эмпатию. Если у кого-то из них в руках окажется какая-либо политическая власть, это может привести к еще большим разрушениям и хаосу. Американский психопат и Джокер — это фильмы, которые дают нам возможность посмотреть на мир глазами людей, у которых есть ярко выраженный конфликт с обществом. Выводы, сделанные в этом видео, не обошлись без субъективного мнения. Я постарался смоделировать воображаемую ситуацию и предположить, как герои поведут себя в ней. Как вы считаете, справедлива ли победа Патрика Бейтмана или должен был победить Джокер? Возможно, вы бы хотели распределить очки между оппонентами совершенно по-другому. Если это так, поделитесь своим мнением в комментариях. Чтобы дать свой голос за того или иного персонажа, переходите в Телеграм по ссылке в описании, там будет голосование. Поддержите видео лайком, если вам понравился новый формат, а также предлагайте свои идеи для будущих сравнений киноперсонажей или каких-то реальных личностей. Пишите, кого бы вы хотели видеть на разборе и в какую предполагаемую ситуацию их поместить. Также хочу напомнить, что если вам интересно повышать свои навыки коммуникации и больше разбираться в людях, то сделать это очень просто, оформив ментал-подписку, где вы получаете расширенный список курсов и можете обучаться в любое удобное время. Перед оформлением самой подписки можно пройти пробный период за один рубль. Или посмотреть бесплатный урок курса на другую тему, который не входит в существующую подписку, но тема которого вам может показаться интересной и полезной. Ссылки на все это я оставлю в описании под видео. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.